все обделались и как суд говорить боже мой что делать то пришел такой вот быдло злодея сидит и говорит да вино и не признай пошел то нахрен а я хочу чтобы ему не повадно мне показалось ей больше не доказательства нужно она просто програться на меня хотела гадина я бы сейчас тебе адвокат подставляет приедьте выручить александр расскажите пожалуйста что за скандальная история с тем армянином у вас произошла которого сначала задерживали потом отпускали и о чем сегодня рассказывать в соцсетях в конце февраля этого года я собирался в отпуск я уже грубо говоря намеревался уезжать через неделю думаю что не буду принимать новые соглашения поступает ко мне звонок александр это можете ко мне подъехать в отдел дознания солнечногорска что такое отдел дознания ничего серьезного там нет они не занимаются преступлениями небольшой тяжести все что выше идет среднее это все уже следствие у них нет серьезных дел какие-то кражи в макбак петель дело-то в основе такие несерьезные мне говорит отчетливый русский голос российский не русский небольшой акцент я не пойму кто передо мной вот я слышу что гражданин евроица если меня просят подъехать значит какая-то проблема дознания но хорошо говорю сейчас подъеду были у меня в офисе меня знают лично вот я вижу что вот в отделе дознания сидит гражданин сотрудники уголовного розыска что-то в его отсутствия пишут подписывают дознавателем что-то делает распечатывают тогда не отдельно а вот он отдельно как будто что-то делаю с ним вообще не погружен он не знает что с ним он не знает что происходит что случилось вопрос у меня короткий что вы намерены делать я не спросил что случилось для начала я вижу как будто гражданин уже собирается упаковывать и увозить я вижу что у меня времени как бы немного уже. Мне говорит дознаватель, я собираюсь производить задержание. Что такое задержание? Тюрьма. По простому. Я увожу его, как обычно, у нас нет нигде отдельного кабинета, где можно сесть, поговорить в тишине. Как обычно, где-то в коридоре подводят и говорят, вот стол, откровенно сидите, разговариваете, приходите шептат на ушко, чтобы понять. Он мне рассказывает, что он нашел на улице банковскую карточку. Не украл ничего. Ну вот, шел, банковская карточка валяется. Ну, видать, кто-то ее потерял. Из кармана выпало или как, непонятно. Забегаю вперед, она не украдена. И потерпевший говорит, что он ее потерял. Видать, как-то выпало. Вот он ее, мой подзащитный, ее находит, видит вот и решит попробовать обналичить денежные средства. А как их можно обналичить? Ну, в магазине до 1000 рублей, пин-код-то водить не надо. Раз, магазинчик до 1000. О, денежка есть. Круто. Там два-три, и он ее обналичивает. А денег там было немного. 6 тысяч рублей. Ну, юридически, это состав. Это аж мошенничество в сфере, там, каких-то, технологий. То есть, такой у нас закон. Вообще, за преступление небольшой тяжести в России в тюрьму не сажают. Есть исключения. Что такое посадка в тюрьму до суда? Это меры пресечения. То есть, если я дознаватель или следователь, и мне нужно обеспечить уголовное судопроизводство. То есть, ну, я палочник. У меня дело возбуждено, оно должно закончиться чем-то. Я сейчас не говорю о чем. Чем-либо оно должно закончиться. Прекращением, направлением суда и так далее. Мне важно, чтобы оно не закончилось висяком. Что такое висяк? Это когда у меня подозреваемый, обвиняемый скрылся, и дело находится в розыске. Вот это очень плохо. Меня, будучи, следователем, дознавателем накажут, если он скрылся. Поэтому законодатель определяет, в каких обстоятельствах по мере пресечения я могу выйти со стражей. Ну, как правило, ну, в законе такие основания указаны как отсутствие места жительства. Там, где тебя, ну, где я могу быть уверен, что ты не скроешься. Тяжесть содеянного. То есть, я уверен, что тебе, если грозит 15 лет, ты, скорее всего, сейчас встанешь на лыжи, потому что ты испугаешься. Тебя надо арестовывать для обеспечения меры пресечения, меры наказания. Иначе тебя не докажешь. Отвратимость наказания тебе не настанет. Если ты можешь продолжить заниматься преступной деятельностью, это когда ты уже, грубо говоря, судим ранее, да. Какие здесь вот у этого моего доверителя данные указывают на то, что он встанет на лыжи? Ну, во-первых, ему не грозит наказание в виде реального лишения свободы. У него нет регистрации по месту жительства. Серьезный минус, серьезный прокол. Нет оснований полагать, что вот эта мера пресечения будет обеспечена. Но фактически данный гражданин являлся Солошногорским местным жителем. Он проживал 15 лет. Он уезжал к себе на родину, возвращался, приезжал к себе на родину, возвращался. И сейчас с этим государством у нас единый таможенный союз, он гражданин ЕвроЭС, у нас единое экономическое пространство. Ему не нужно разрешение на работу. И фактически отсутствие временной регистрации. Для него это мелкое правонарушение. Но не в этом случае. В этом случае, если дознаватель хочет реализовать свое право на избрание меры пресечения, он может за это зацепиться. У нас так и случилось. Он зацепился. Мы оба понимаем, что он не скроется. Он мне говорит, а я хочу, чтобы ему не повадно было. Ты что, решил стать судьей? Ты что, решил посадить человека, потому что ты решил показать свою власть? В дознании это проблема. Если дознаватель, в принципе, редко сажать людей, потому что в основном у него не получается это. Если он какой-то кровопийца, если он питается негативом, он хочет посмотреть предтюремную агонию, я не черную его. Я лишь пытаюсь сделать так, чтобы у меня сошелся пазл. Я пришел к выводу, что, скорее всего, хотя опять же, я не утверждаю. Это небольшая реализация собственных амбиций. Он далеко не по каждому делу может посадить человека в тюрьму. Вот он возбудил против обычного Солженогорска дела, вот к нему пришел такой вот быдло злодей, сидит и говорит, да виной не признаю вообще и пошел-то нахрен. Вот как мне, гадина, я бы сейчас тебя. Я каждый раз, когда смотрю вот эти вот наши СНГшники, евро-вестовцы арестовываются, мне всегда их очень жалко. И я пытался раскачивать по-всякому, как они его задержали. Как-то они его там по вот этому телефону, по e-mail, то есть по машине, они его вычислили, подошли и говорят, пойдемте в полицию. Он говорит, хорошо, что случилось. Речь касается карточки. Слушайте, карточки, да, действительно было дело. А что я кому-то ущерб причинил, я помню, я же из тысячи снял с нее. Если кто-то аухнулся, готов немедленно ущерб. Ну что такое шесть тысяч? Ну опера говорят, хорошо, но у нас официальное заявление, нам нужно сделать документооборот, чтобы вы официального цвета сделали, и все будет нормально. Поэтому сейчас проедете. Хорошо, конечно, сотрудничаю, он проходит и приезжает к этому дознавателю. А дознаватель ему сделал. Я очень много наводил суеты. Я попытался сделать им регистрацию. Я вышел к знакомым по официальному договору найма сделать квартиру здесь, в Сожногорске. Мы сделали гарантийные письма о том, что его готовы содержать родственников. У него есть полно родственников, которые уже стали россиянами, с российским паспортом здесь, в Сожногорске. Дознаватель говорит, а я вам телефон потерпевшего нету. Ведь можно же просто сбил телефон потерпевшего, кинул ему деньги по Сбербанку онлайн или какой-либо кредитной системе, да, и все, и скрин. Но дознаватель вот это знает и говорит, а я не дам вам это сделать. Я не уверен, что потерпевший хочет, чтобы вы возмещали ему вред. А ведь суд-то его арестовал. Как получилось, что срок его сдержали сократить до двух недель? Когда я пытался вытащить его из-под стражи, дознаватель решил надавить на моих лиц, которые встали на защиту. И стал угрожать опросами, допросами по факту того, что она готова предоставить якобы преступнику квартиру для проживания. Мне пришлось обжаловать прокуратуру его действия. Ничего у меня не получилось. Он был арестован на срок до двух месяцев. Я подал жалобу на арест и уехал в отпуск. Мне звонит помощник судей и говорит, Александр Сергеевич, надо назначать жалобу на рассмотрение в областном суде. А у меня тот самый отпуск, с которого все началось. Я говорю, я не могу. Давайте, я приезжаю 9 марта, назначайте на 10 марта. 10 марта я приезжаю в Московский областной суд. И тут судья Московского областного суда решает мне подыграть. По сути дела, я понимаю, что этот человек сидит под стражей только потому, что дознаватель захотел, чтобы ему неповодно было. Судья Московского областного суда видит, что срок дознания по этому делу установлен до 10 марта. А суд установил срок ареста выше срока дознания. Не должно быть такого. То есть, что случилось по делу? Все обделались. Дознаватель, который обратился в суд, не обратил на это внимание. Прокурор, судья, который принял решение, по сути никто не увидел. Самое главное, что срок дознания это здесь. До 10 марта. И срок содержания под стражей не может быть выше этого 10 марта. Дело в областном суде слушается 10 марта. А дело в областном суде, чтобы вы понимали, как оно слушается на аресте. Это областной прокурор, местный прокурор, который поддерживал обвинение, об этом не знает. Это отсутствие дознавателя. А дознаватель занимается своими делами. Он может быть сейчас на работе, на службе, где-то в суде. Он может сейчас уехать в Тверь на отдых, понимаете. Непонятно где он совершенно. И вот я слышу, что у меня сегодня в 10 утра, я слышу оглашение областного суда, а в 12 часов у меня заканчивается срок содержания под стражей у моего подзащитного. И таких историй еще не было. Ситуация. Он содержится в Волоколамске, его не привезли. Звоню в Волоколамск. Мне говорят в Волоколамске, ну, нам надо исключить, что вы это поставление не подделали. Все-таки у нас серьезно. Человек сидит. Пусть нам областный суд официально направит его. Мне говорит сотрудница полиции в СИЗО номер 2 в Волоколамске, она слышит майор Винни и говорит, молодой человек, вы скажите мне, а вы правда верите, что его отпустят? Его не освободили. Суд не написал признать постановление незаконным, отменить его, освободить вашего подзащитного. Суд просто сократил срок содержания под стражей до сегодняшнего числа, включительно. До окончания сегодняшнего дня 14 часов. Вы неужели действительно думаете, что дознаватель сейчас ничего не предпримет, чтобы продлить законно срок содержания под стражей? И когда у меня этот разговор еще не закончился, я вижу на экране телефона, мне звонит дознаватель. Я знаю, зачем он мне звонит. Я не хочу ему признаваться в том, что у меня вот это случилось. Он мне говорит, Александр Сергеевич, я слышал, в какую ситуацию попали в областном суде. Ну, вы понимаете, что у меня арестант экстренно сейчас будет продлен. То есть имейте в виду, что сегодня мы обязательно продлеваемся. Это по закону экстренное правление? Есть статья 109 Уголовно-процентрального кодекса. Регламентирую продление срока содержания под стражей. В суд должен поступить не позднее 7 суток до окончания срока содержания под стражей. У меня должно быть время согласовать позицию с моим подзащитным после поступления материала. У меня должно быть время прийти, ознакомиться с материалом, нести ходатайство, подумать, написать возражение. Законодатель сделал срок 7 суток. А тут экстренно. Это незаконно. Но по практике это нормально и это пройдет. Если я не явлюсь на продлении срока содержания под стражей, в экстренном порядке моему подзащитному дадут бесплатного адвоката. У меня не исключатся процессы. Просто следователь, дознаватель в данном случае, напишет рапорт в адвокатскую палату Московской области, где напишут, что такая экстренная ситуация. В этой экстренной ситуации нам срочно нужен адвокат, потому что через пару часов, заканчивая срок содержания под стражей, адвокатская палата по практике, если я не возражаю, но если я реально занят, выделяет адвоката по назначению. Адвокат по назначению приходит в этот процесс, в который я не могу. А дальше я спокойно занимаюсь уголовным делом. Это незаконно. Я вижу собственную стратегию, а мне надо, чтобы мой подзащитный вышел. А самое главное, я с одной стороны слышу, что мне говорит дознаватель, а с другой стороны, я только после отпуска, у меня заранее спланированный день. Я что, должен подорваться? Потому что у дознавателя заканчивается срок содержания под стражей, и ему надо продлить срок содержания под стражей этого бедолаги, на которого я так долго бился. Я позвонил в адвокатскую палату Московской области к моим кураторам. Я объяснил ситуацию, как она есть. Когда вам позвонит дознаватель с рапортом на замену, имейте в виду, я категорически запрещаю менять меня как адвоката. Позже мне следователь, дознаватель, стал какие-то сообщения слать в WhatsApp. Ну, Севастьянов, я уведомляю вас на 17.30, потом на 19. Я согласия не давал, мне их не надо писать. Ты материал за 7 суток суд сдавай. Я явлюсь в законном порядке. Я не подставляю, я в такие игры не играю. Но здесь ситуация, которая случилась, не из-за меня. Ну, как вы думаете, что случилось у меня позже? У меня, непонятным образом, для меня, у меня сел телефон в этот день. В освобождении из подстражи в связи с течением срока содержания подстражи известна уловка адвокатия, она не наоборот. По практике преступника освобождают, но когда он находит до калитки, его, соответственно, снова задерживают. Почему получилось здесь, что он на свободе оказался? А у меня истечение срока содержания подстражи в моей практике случилось первый раз. Я звонил одному знакомому кассатору, просить вообще, а чего в этой ситуации быть вообще? Чего вот ради вообще все это делается? Потому что, ну, судья ждет, дознаватель ждет, я такой красивый, вот, не являюсь. А чего ради, если сейчас действительно в 12 часов срок содержания подстражи истек, он какой-нибудь убийца, там, насильник, маньяк, то есть, ну, его в действительности нельзя отпускать. Закон говорит, его надо отпустить. Но спросите общество, я хотел бы общество, чтобы убийцу отпустили. Я не говорю про этого бедолагу, бедного. Я говорю про убийцу. Общество вам скажет, да, мы вообще против таких законов. Должен сидеть, и судья должна продлить его без адвоката. Да так и происходит. Есть постановление, которое говорит по тяжким преступлениям, по особо тяжким преступлениям. Если надо вас продлить, вас продлят без адвоката, потому что убийцы на свободе ходить не будут. И это правильно. Поэтому, в принципе, это известная уловка, когда адвокату по соглашению надо выдернуть своего доверителя из-под стражи, но доверитель, ну, ты не знаешь, как это сделать, а доверителю есть что сказать. Вот давайте работать в этой стратегии. Тебе же деньги заплатили. У тебя сейчас срок содержания не истечет. И ты выйдешь, а доверитель там не выходит. Когда материал представлен за 7 суток, когда адвокат пишет в последний день, когда он назначен, я срочно заболел, вот мой больничный, смотрите, срочно отложите. И вроде как суд говорит, боже мой, что делать-то? Да, законный адвокат возражает. Ушел на больничный. Я что, убийцу эту отпустить должна? Там может быть 2284. Сбыт наркотиков в особо крупном размере. В основном такие сценарии. И это уловка адвоката. Она не работает. Рапорт немедленный. Отследователи в адвокатскую палату. Звонят из адвокатской палаты, аккуратные говорят, такая-то ситуация. Адвокат подставляет, пожалуйста, срочно. Приедьте, выручите. Ну, государство, это бесплатная защита. Вот так оно всегда происходит. И я не понимал, что у меня будет в этой конкретной ситуации. Давайте скажем официально. У меня не было умысла на специальные такие действия. И я просто в этот день был занят. И я не собирался подрываться, потому что я в реальности в другой день был занят. И судебные процессы, и другая адвокатская деятельность. Я не против был явиться там. Пусть будет там. Во сколько я приеду, суд еще если открыт, то зайдем и прослушаемся. Но подрываться я не собираюсь, потому что у меня другие дела. И телефон у меня в какой-то момент уже сел. Я не знал, что будет в этой ситуации. Выпустят его, не выпустят его. Я утром звоню ему. Вернее так, я звоню своему заказчику. Мой-то сидит. А мне заказчик передает трубку моему. И я вдруг уже слышу, что он, оказывается, не сидит. Я иду к нему в СИЗО. Я подъезжаю. Что случилось? Он мне на бутылку коньяка армянского. Он даже не понимает вообще, какими удивительными способами. Он вышел из-под стражи. Что мне это стоило? Я этот вечер испытал ужасное давление. Мне звонили, писали с прокуратуры. Угрожали прерванием нормальных отношений. Мне говорили, ты из города уедешь, потому что у тебя в суде будет такое после этого противопоставство. Ты представь, сколько людей ты подставляешь. Тебе вообще зачем это надо? У тебя дети. Ты живешь в этом городе? Ты что делаешь? Бегом дела свои откладывай и бегом на продление. Я не отложил все свои дела. Чего мне это стоило? Я подъезжаю. Он радостный. Он мне вручает бумажку. Срок содержания под стражи. Истек. Его отпустили. Потом я узнал, что они буквально сломали телефон адвокатской палаты в области. То есть было все так вот по этому сценарию. Адвокатская палата, конечно, правильно. Всегда поддерживает адвокатов. И в этой истории она меня поддержала. За что я очень благодарен нашей адвокатской палате и отдельно президенту Гулаганову. Война-то не выиграна. Следователи не отказали в продлении срока содержания под стражей. Вопрос о продлении отложен на через два дня. И тут я понимаю, что уже судья мне подыгрывает. Почему? Ну, я не знаю, какую ситуацию должны были сделать, но вот эти два дня как раз предоставлены для того, чтобы моему подзащитному уже сделать временную регистрацию. Чтобы был некий подзатыльник. Хватит нарушать миграционное законодательство. Ты в Солошногорске и 15 лет живешь, но где знаешь, бегу ноги в руки и управлять временную регистрацию. И как раз именно эти два дня мне не нужны. Пока пойти в МФЦ, пока подать нужное заявление. И вот мы это делаем. Приходим мы в процесс через эти два дня. Меня чехвостят, как никогда не чехвостили. На меня косо смотрят следователи, мои знакомые. там по другим процессам. Вся эта скандальная история уже известна. Этот дознаватель сидит весь красный, потому что, видать, и ему там то ли он устал по этому делу бегать, то ли ему досталось, то ли непонятно, что меня в этом процессе очень сильно чехвостили. Процесс неоднократно прерывался. Меня отправляли за доказательствами, подтверждающими уважительность причин, мои неявки в этот день. Ну, скажу честно говоря, было хреново, состояние морального было хреново. Благо у меня были такие доказательства. Судья была настолько свирепа и зла на меня, что она, мне показалось, ей больше не доказательства нужны, она просто прораться на меня хотела. Судья решает, кому сидеть, а кому не сидеть. А тут адвокат решил не сидеть. Тут суть-то скандала именно в этом. Это все лирика. Я вел себя в процессе достойно, уважительно по отношению к суду. История закончилась тем, что узнавателю было отказано в продлении срока содержания под стражей. При этом областной суд, сокращая срок, а там альтернативы не было, регистрации это не было. Срок содержания истек, и он мог встать на лыжи. Но он не встал на лыжи, и этим он показал, что он не собирается скрываться. Так вот удивительно мы сработали, что мой подзащитный оказался на свободе. Чем ты закончил дело? Дело закончилось прекращением уголовного дела, в связи с назначением судебного штрафа. Он считается ранее не судимым. У нас есть несколько оснований для прекращения дела по нереабилитирующим основаниям. Реабилитирующие, это когда вам говорят, простите, как мы смели вас подозревать, простите, вот вам деньги за незаконное привлечение к ответственности. А есть реабилитирующие, когда впервые привлекаешься к ответственности, ранее не судим, вину загладил. Зачем тебе клеймо, штамп? Ссудим. Альтернатива прекращения дела в связи с примирением потерпевшим. Он должен был отсидеть несколько месяцев в рамках меры пресечения. Вопрос, разве мой доверитель, если бы не отсидел несколько недель в тюрьме, он бы понял, что так делать нельзя и нужно проходить мимо этих банковских карточек. Разве он не готов был сотрудничать, вину загладить, в единогладь для того, чтобы понять, что этим заниматься нельзя, в истории такие попадать нельзя. Достаточно просто испытать на себе полицейскую ауру. Да я профан, я не знал, что вообще за это можно наказать. А здесь этот гражданин отсидел. Вы сказали, он в Мособлсуд вам подыграл. Это действительно так? Я думаю, что действительно Мособлсуд мне подыграл, потому что когда я попал в эту ауру, не должны были его арестовывать изначально. Не должны были. Я считаю, что суд должен был мне поверить. Я в одном из процессов по назначению прихожу в суд, начинаю говорить пленам и там всякие. Я это делаю не для красноречия, я пытаюсь как бы увидеть, что тут незаконная вещь отворяться, нельзя его арестовывать. У меня в один из процессов судья. Александр Сергеевич, у нас все свои дела заканчиваете. Это что такое? Я вырвал своего подзащитного из-под стражи по этому делу. А потом судья этот говорит мне, ты представляешь? Не тот, который делал продление, а другой. Ты представляешь, в какое положение ты поставил судью, который делал продление. Очень сильно ругают тебя, и тебя. И очень сильно ругают областную суду. Очень сильно ругают. Отношение к вам изменилось после этого? Я стараюсь избегать всех и не ловить чьи-то взгляды, но мне показалось, что я стал ловить больше уважения к себе. В принципе, я горжусь этой историей, и, возможно, я стал после этой истории больше себя уважать, поэтому и стал ловить какие-то более уважительные к себе взгляды. Ну, может быть, это мой дом на столичной мере. КОНЕЦ КОНЕЦ